Ну ладно, вроде бы, вроде бы нет. Го глянем этого, ну, конечно же, сибирского. Новый веб-шпион, ребята, Табор, одноклеточные знакомства 3. Всем привет, простите за видео. Приятно читать ваши проницательные комментарии и поддержки о том... Хорошо видно, как он устал от этих роликов с переписками. Как? Я устал с ним. Ему уже плохо от подобного формата, он устал, видно же, братан же, вид... Снимать эти переписки, и по мне это видно, что мне... Сибирский, добавь что-то новое, ты уже устал от этого формата, мне кажется. Это просто надоело. Ну, чего так серьезно воспринимать это мне особо... Ну, кстати говоря, если вспомнить предыдущий ролик, он и вправду был... Ээээ... Наотъебись. Ну, то есть, такой... Самому нравится, если это кому-то поднимает настрой. Есть, конечно, вещи, которые мне было бы интереснее снять. Так я их и снимаю. Вы те, кто только переписки комментирует хоть на сам канал, заходите иногда, шо ли, ради приличия. Вот я же чередую. Для души и для вас. Без души. Но все равно для вас. На самом деле, это неправда, мои принципы не позволяют мне не вкладывать душу. Мы с этим разобрались, давайте приступим к ролику. Иногда происходят мелкие казусы, как с Давидом. Привет. Добрый вечер. И вам. Вы... Вы, наверное, по ошибке мне написали. Наверное, сейчас уточню. Да, простите, я действительно ошиблась. Прошлось поднимать базу, архивы, сами понимаете, бюрократия. Но, слава богу, мы разобрались. К сожалению, у некоторых людей постигла жестокая судьба. Вследствие этого они даже могут называть себя странно. Конан, тоже мне варвар. Привет. Привет, Алечка. Ты очень симпатичная девушка. Ты такой няша, так милоси... Конан, блядь, ребята. Тисечки, сжимайте бицепсы. А, вот почему он себя конным... Понятно, понятно, понятно. Спасибо, милая, там есть что сжимать. Там есть что сжимать, блядь. Ты такой няша, так милой, тисечки сжимайте бицепсами. Он даже не понял... Он даже не понял, он слышал слово бицепс, и вообще он выглядит... Вообще он выглядит жирно. А, он... Понимаете? Это даже не... А эти бицепсами? Спасибо, милая, там есть что сжимать. Вижу, люблю людей с ожирением, это мой кинг. Ты хочешь сказать, у меня ожирение? У меня пауэрлифтинг. Жму, лёжу, приседаю со штангой, подтягиваюсь. О, ой, как давно у вас пауэрлифтинг? 16 лет, дорогая. И бодибилдинг, и пауэрлифтинг. И что, врачи не могут вылечить? Эдуард сам... Да, 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 он на массе. Ну, он прям жёстко, он на жёсткой массе какой-то. Он виноват в том, что... Хуёвый у него пауэрлифтинг. Ну, да, да. Привет, ты красивая, а что бы ты хотела? Не хочу спрашивать. Ну, и писал достаточно странно. Наверное, это интим-салон? Да? Сколько? Сколько? Здравствуйте. Блядь, что нахуй? Просто... Что? Вы обратились в интим-салон? Три вопроса. У абсолютно не связанных друг с другом. Заданных... Салон, оставайтесь, пожалуйста, в этом чате. Вам ответит первая освободившаяся девушка. Приблизительное время ожидания 6 минут. Пока вы ожидаете, предлагаем послушать песню Рика Эстли Never gonna give you up на YouTube. Ну, знаете, как это обычно бывает? Время ожидания было немножечко больше. Да? Спустя три часа? Доброй ночи, меня зовут Марина. Как могу вам помочь? Я принимаю. Ты же не ты. Ну, давай секс. Сколько? Девочек ставите на аватарку. Высший класс. Спать... Ой, блядь. Это же... Они же... Они же живут, эти люди? В плане, они работают где-то? Они... Что? Что? Я... Не знаю. Что? Не знаю. Что? Что? Не понимаю. Спасибо, мы стараемся ради наших клиентов. Какие предпочтения в сексе вам выездной или онлайн? Выездодом возможен? И сколько? Как на фотке такой девочки нет и не будет. Понимаю. Увы, да, у нее бронь за три дня. Да. Такой цвет его не устроил. Я вам напишу Сережку. Он был в такой модной кепке Нью-Йорк. Такой с плоским козырьком в крутой куртке, кожанке. В общем, я сразу знал, что это человек. Привет, красотулька. Это я, ребята. Это я. У нас взаимная симпатия, поздравляю. Ура, конец-то хоть с кем-то. У меня на этот день стоит особая бутылочка вина. Первая симпатия и такая удачная. Это была не первая симпатия, просто они любят... Привет, Энф. ...когда им льстишь. Вы рэпер? У меня много друзей и знакомых занимаются рэпом. Я что-то никак не вдохновлюсь. И да, кстати, лучше на ты. А ты тогда кто? Друзья называют меня философом. Бля, это... Ой, бля, кринжата ебаная. Прикиньте, он думает, что он общается с бабой. Вот знаете, что самое ебанутое? Что он думает, что он общается с девушкой. То есть эту хуйню он реально написал бы девушке. Друзья называют меня философом. Ебаный рот, блядь. Ебаный, ищу этот смайлик, блядь. Зачем? Общего с философом у него может быть только то, что он тоже спит в бочке. Ну и прохожих кусает. Я хотел поднять самооценку Виталия, но он не хотел. Тачка крутая. Прикалываешься, когда это Opel стал крутой тачкой? Ну вы так стоите около него гордо, я подумал, что крутая. Ну простите, лоховская тачка. Аля, а что такое бей? Что это за ориентация? Еще другой вопрос. Я немножко отстал от жизни, буду благодарен, если напишешь, что означает асексуально. Я решил ответить на это сам, потому что в интернете ведь его введут в заблуждение. Из-за того, что он более старшего поколения. И не упустят эту возможность. Обычно меня зовут философом. Но друзья меня зовут сосать члены. Блядь. Сука, бля. Вот именно. Вот именно. Плянки. Это когда перед сексом говоришь букву А. Это новая мода такая. Говорят, повышает либиду. Очень интересно. Но думаю, ответ не совсем правильный. Ха, если вы такой умный. Давайте-ка скажите, что это значит. Я все-таки с молодежью, я вообще все лучше знаю. Я не знаю, если бы не знал, не спрашивал бы. Просто сказать букву А, это смешно. Не просто сказать, балбесовые. А чувство и эротичное. Спасибо, просветила. Пожалуйста. Была бы у них нормальная профессия. Бля, вот знаете, вот чувак, вот он так пишет капслоком со смайликами. Я его вот так представляю. Такой, аааа. Такой. Ну да. Ну черт, да. Вот таким вот чуваком. Блядь. Опять Сергей. Эти предрассудки. 60 лет это тот возраст, в котором ты все меньше опираешься на эти предрассудки, которые мы называем приличиями. Я бы, конечно, с удовольствием прижался к твоим классным физичкам, своим толстеньким и достаточно большим длину мальчиком, но ты слишком далеко. Блядь, чат, я уверяю вас, я бы никогда не написал ничего подобного, блядь. Он бы тебе очень понравился. Как пацана зовут? Вы с внуком приезжаете, не проблема. Ну, во-первых, мальчик, про которого я говорю, он в штанах, длина его 28 см и толщ в обхвате 20 см. Вот этот мальчик хотел бы проверить все твои дырочки и твой язычок, но я за 14 сотен километров у тебя. Та уж, деревья растут сотни лет. Ваш баобаб за 60 лет немного дорос. Но минус на лицо, конечно. Тебе такие баобабы не нравятся? А при ходьбе колени не больно? Почему они должны болеть? Ну, не бьет по ним, пока болтается. И что, девчонкам такой размер даже нравится? Кто не пробовал, тому не понять. И кажется, иной раз много, но когда попробуешь, то понравится. С какой уверенностью он об этом рассуждает? Кому понравится, когда в них тумбу суют. Он по ширине у вас не намного меньше длины, квадрат почти. Тебя как в этот выпуск... Блядь, ну чат, ну давайте, слушайте, а сейчас мы будем находить каких-нибудь других чуваков там с именем, не знаю, Михаил или именем Геннадий. И я буду говорить, ааа, это ты, да, Геннадий или Михаил, ну... Что за... Ты не поняла, длина 28 по толщине в диаметре, он с жальцами этого хватит, кажется, много. Ааа, да, да, да. Да, в целом, в целом сходится. Здесь одни Антона и Кирилла, поэтому... А, простите, если оскорбила. Сколько у вас жертв уже? Вы же маньяк-членоносец. Ты, наверное, думаешь, я садист? Любую женщину можно подготовить к любому сексу. Конечно, вы отлавливаете жертв и готовите их к финальной минуте их жизни. Четвертование через дедовское салями. Но если всех женщин, с кем я был считать жертвами, то процентов 95 из них были счастливыми. А таких было за мою жизнь больше тысячи. Нихуя, блядь! Но это было не четвертование, а насаживание на шампур. Еба... Еба... Ого! Больше тысячи, ребята! Больше тысячи! Сколько ему там было за 60 лет, да? То есть, если мы... Если мы тысячу разделим на 60, мы получим по 16... Ну, по 16,5... Давайте, ладно, даже по 17, немножко округлим. По 17 женщин в год. В году у нас... Короче, это по одной-две женщины в месяц. Он менял и ебал в течение 60 лет непрерывно. Каждый месяц он трахал по одной-две разных баб. В течение 60 лет нон-стопом. Каждый, блядь, месяц. А, 60... 18, не май. Ну, не 18, там, допустим, он начал ебаться эти прям рано. В 14, да? То есть, получается 46. 46, да? Получается, 46 тысячи баб разделить на 46. Ну, все еще хуже, блядь. Вообще пипец. Ну, вы настоящий Квазимодо. Что, я такой страшный? А каких размеров тебе нравится? Почему страшный? Он же был любовник. Тысяча женщин за одну ночь. За свою жизнь. Да не вы, а Квазимодо. Или по-другому его звали. Мне до него далеко. И мне кажется, это миф. И такого быть не может. Просто скминут на одну женщину. Быстрее кролика. Нет, это чистая правда. Если за 24 часа, то получается 1 минута 40 секунд на женщину. И какое ей удовольствие? Ведь любая женщина любит более длительный секс. Ну, как минимум 15-20 минут. А по-хорошему часа 2-3. Сколько по-хорошему. Слышь, женщины, прием в чате. Женщины в чате, прием. Ну, 2-3 часика ебли, блядь. Ежедневно. Ну, ладно, не ежедневно. Ну, чисто, блядь. Проснулась, на работу сходила. Да, дамы. Пришла. И 3 часа ебаться давай. А потом спать, блядь. Ну, 2-3 часа, блядь. 2-3 часа поебаться, че, нормально, блядь, да? Ну, просто так вот, вот, нон-стопом, блядь. Блядь, знаешь, самое забавное? А ведь какие-то долбоебы в это верят. Ну, на полном серьезе. Ну, какие-то долбоебы в это реально верят. Которые рассказывают, знаете, сказку. Да я там, блядь, по 4 часа ебузь, блядь. Да там час трахался, блядь, вообще без проблем. Час, блядь, трахался, да? Может быть, там у тебя было 45 минут прелюдий? Нет, нет, прелюдий минут 5. И потом трахался 55 минут нон-стопом. И ты такой... Чувак, сходи к врачу. У тебя проблемы. Руки не устали, блядь, да? Давайте оставим его со своими вычислениями. То ли ангел, то ли бес. Снизошел до нас с небес. Привет. Привет. Откуда? Стояк 2 часа тоже проблема, кстати. Вообще-то это, да, это опасно. Более того. Это опасно. На самом деле-то это все, ну, понимаете? Хуй-то устает тоже. А вы что думали, блядь? Вы такой ангел. Москва, а ты? Звучит немного обещающе. Падший ангел. А то, как я нет больше. Я из самого дна ада. Ебаня, блядь. Понятно все. Красава. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чисто опасный парень, жесткий такой. Привлекает женщин тем, что он плохиш, плохишей, понимаете? Такими ангелами я не хотел... У меня был стояк долго, потом яйца болели. Так они там... А прикинь, они ебутся по часу. У них яйца бьются, они... Я вообще в шоке, конечно. Просто секс-машины. Бедные женщины. Там, наверное, пизда, блядь, вся. Просто проблема в том, что у женщин даже смазка выделяться только не может. То есть она там уже лубриканты вся обмазалась, наверное. И то не помогает. Там, наверное, там... Я не знаю, что там можно было... Как его... Фундамент утрамбовывает он. Что он там, блядь, делает? Час. А этот вообще три. Хотел бы связываться. Мужчина с очень странными родственниками залетел ко мне в чат. Привет, Аля. Как настроение? Буду рад с вами познакомиться. Казбек. Привет, Казбек. У нас так собаку породы кавказская овчарка звали. Это вызывает у меня ностальгические чувства. Буду рада, Аля. Осуждаю. Я рад за тебя, Аля. Казбек это горы. У меня пятеро братьев. Все они горы. Бля, на юге. Они приемные? Блядь, они все Казбеки получаются или чё? Они горы все, потому что они здоровые и крутые? Или... Или потому что они... Блядь. Или потому что они все Казбеки? Или у вас кто-то из родителей гора. Как они тогда секцией занимались? Нет, все родные мои братья. Мама родила одну сестру и пятеро братьев. Мама успевала рожать. Москва территориально. В каком районе живешь? Работаешь чем занимаешься? А если бы не успела? Это все по согласии делалось. Аля, можешь обращаться по телефону? Будет очень приятно, если не против. Именно в этом единственном диалоге я только хотел дать телефон, начать общаться. Аля, молчим. Ну давайте помолчим. Часто братьев навещаете. Мы очень дружно живем, все успешно живут. Серега, секс будешь? Нет, спасибо большое. Я живу на берегу Каспийского моря, горы Дербенти, ТРФ, Юг России. Могу пригласить вас отдохнуть. У нас как в Швейцарии. Да-да-да, как в Швейцарии. Одни Казбеки ходят. Сплошные горы, ребята. Будете жить, одни горы в округе. Просто проснетесь, откройте глаза, одни горы в округе. Куда ни глянь, горы отличные, горы. Свежо, хорошо, красиво. Просто просыпайтесь, а вокруг вас стоит 12 голых Казбеков, блядь. Которые хуй наяривают, пока вы спите на вашу голову и задницу. Очень много достопримечательностей у нас. Видимо, в Швейцарии не были. Ошибаетесь, Аля. Серега, дай сапку, через месяц смогу продлить. Вот через месяц ее и продлишь. Чего же я еще о вас не знаю? Согласен, Аля. Ошибаетесь, Казбек. Привет, Аля, в чем я ошибаюсь? Аля, мы можем увидеться и познакомиться. Одна встреча заменяет тысячу смс, согласна? Ошибаетесь, Казбек, максимум 100. Но цитата красивая, кто ее сказал? Эти я так писал тебе. А кто сказал, не знаю. Так как насчет стретчей? Я не хочу проводить с кем-то 10 тысяч встреч, я хочу написать 10 тысяч смс. Брюс Ли. Сергей? Серьезный мужчина. Привет. Блядь, опять Сергей? Блядь, кого ищешь? Три дня назад мама ушла в магазин и не вернулась домой. Поисковые работы ведутся. А я на всякий случай решил найти надежную опору себя. Понятно, я ищу серьезные отношения. Обожаю местную невозмутимость. Что ты мне скажешь? Просто понятно. Это, кстати говоря, удивляет реально. И вообще похуй. Вся моя семья стала жертвой маньяка. Я чудом сбежала из его подвала. Понятно. Номерок ватсапа скинешь? Вот. А, сиськи покажешь? Можем поебаться у меня, приезжай. Я тоже. Вот вы насколько серьезные ищете? Серьезные отношения это чтобы жить вместе. Нет, ну это не серьезные. Я и с подругой жить вместе могу. А еще серьезнее, если то как. Я родился в Москве и живу в Москве. Это и правда звучит серьезнее. Прожить всю жизнь там, где ты родился, не каждому под силу. Бля, это и правда. Это понятно? Блядь. Насколько ты серьезен? Скажите. Скажите, насколько вы серьезны? Я проснулся. Потому что я спал. И потом пошел подписывать сразу же. Все такие, ебать, блядь. Знаете. Вроде бы бытовое начало диалога привело к глубоким размышлениям. Как дела? В каком смысле? Ох, я не знаю даже. Постоянно просто принято такое спрашивать, но я никогда не придавал этому значения раньше. Ваш ответ будто глаза открыл на бессмысленные детали межчеловеческих взаимодействий. Давай не умничай. Ладно. Володя выглядел так, будто только откинулся, но все обернулось иначе. Сидячий? Нет, и никогда не сидел. Живу в Орехово-Зуево, работаю в Москве. Ноги не болят, и я выносливый. Во всем. Ну конечно, за жизнь ни разу не присесть. Бля, мне нравится еще, что мужики, которые в знакомствах, пиздец, они сразу в пошлятину. Ну вот такие-ка вы понимаете, с такими намеками. Бля, что это вообще за поведение? Какую реально бабу это может теоретически цепануть? Это выглядит как кринжа. Так общались, когда, знаете, там, когда вам 16 лет, 14, и вы подростки. И вот там так же и же, блядь, постоянные шутки, намеки такие. Тебя? Ну тебя-то понятно, чувак. Тебя любая хуйня зацепит, господи. Я говорю о людях, которые знают себе цену, понимаешь? А не проститутках, блядь, за бесплатно, которые еще и сами доплачивают. Это в чем же еще? Антилопу несколько суток гнать можете. Как потомственные жители африканских племен. Ну, за несколько суток не скажу, но ночь гарантирую. Вопрос к тебе, только не обижайся. Как ты относишься к групповому сексу? Главное, чтобы коллектив дружный. Просто такой принцип помогает почти во всех аспектах жизни. У меня есть девушка, мы с ней практикуем свинг, есть опыт в жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Танец, я немного занималась полькой. Если есть желание, можем договориться о встрече, пригласим к себе с ночевкой. У вас комната закрывается? У нас квартира. Неужели мы до этого докатились? Однушки, потом просто студии. А теперь бескомнатные квартиры? Комнат нету, значит. У нас однокомнатная квартира. А где же я ночевать буду? Я не хочу хозяев стеснять. Хозяева это мы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- все поместятся я так поняла вы на кухонке а не уступите сексом будем заниматься все вместе и спать будем вместе мы были уже уже мы всем места хватало то есть три мужика две бабы кому грязи эдакий количество этих букв все растет и растет скоро вы проще представляете три бабы два мужика все на одной кровати чуть там ебутся потом все рядом спят под на его не пулять господи какой придется брать в степень рома стоял на фоне да ребят я знаю про бан слова да 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 чадо красного новогоднего домика этой послужила началом беседы а чего дом такой маленький у вас на фото ну такой домик у нас как дела сколько стоил смысле сколько стоить не продается краденый значит своровали как дела это точно ваш дом вы построили сами это макет не дом по макету строить будете нет не умею а как умеете кем работаете дворник чем занимаешься о я тоже дворник коллеги значит значит так но чтобы не выдать себя я начал говорить о том о чем обычно профсоюз дворник ты сколько в день взмахов метвой обычно делаешь они что ли не считают совсем я думал там платят за взмахи внимание прошу обратить внимание на статистику видите она не хорошая вас смотрит неподписанными много очень подписывайтесь и колокольчик жмите простите что я это сделал я должен был предупредить руслан написал мне до того как я залил фотографии куда они торопятся что за стрельба на опережение приветик ты в тули не бываешь у меня даже фотографии нет откуда такой уровень доверия и что ссылка и бишься а что лучше ну типичный тульский подход ребята на серьезных понимаете сейчас разберемся блять всякий случай решил уточнять его предпочтение берешься конечно тогда там много или или лучше немного много я очень много на самом деле даже больше вот так круто куда даешь да попросите опу даешь дам только тому самому кому самому ему и понятно тебя большая или маленькая пугая блять какой трек ладошку влезает ну в папину мамину нет это личная рекомендация это вопрос вообще-то утверждение это был вопрос нет утверждения румагу то что хороший вопрос не все ответы блять этот чувак заявить был этот чувак этот чувак был смешной этот чувак был смешной блять этот чувак был доступны сразу с димочка мы поиграли в города что такое брест город нет пресс по-английски это гротти а что у как не знат есть такая вариация иду гуглить загуглите кто-нибудь а а ого сейчас будет бан слова она будет написано или сказано ребята а быть все я понял все все я понял 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 все я думал что я понял так давайте это буду сам читать вам как вам такое временно я ухожу и убираю это у тебя она супер спасибо учите английский пригодится когда нас захватят запрещенное слово обозначающее людей которые проживают за океаном я бы трахнул тебя надо по-английски кончили английским продуктивный диалог дмитрий беспардон напалец целоваться чмоки чмоки зубы чистил естественно а ты 9 из 10 стоматологов рекомендую чистить зубы знаешь и что я доверяю десятому природа сама справиться и какими эволюции же как-то справлялись без зубов останешь и все желтые все время они от природы желтые свои ты видел у меня норм тоже желтые не но кстати говоря от природы они вправду немного желтоватые со временем так что это 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 правда это правда а еще многие люди чистят зубы и делают это без зубной нити ну вы понедалеко ушли это на самом деле очень плохо ребята это очень плохо не нет ребят это серьезно плохо обязательно купите себе зубную нить это очень важно вам любой стоматолог обязательно про это скажет на хрена она нужна как бы тебе сказать твоя зубная щетка плохо вычищает остатки микроскопические всякой хуйни между зубов потому что она просто не может туда добраться она не имеет возможности это сделать именно поэтому стоматологи обязательно рекомендуют использовать зубную нить потому что по факту ты чистишь зубы не до конца а так это не норм обратитесь к стоматологу заботьтесь о здоровье своих зубов давно я не встречал таких противоречий как в следующем диалоге привет солнце я себе зуб отпилю это нитью ну нет нет не отпилишь никак ты себе никакой зуб никакой нитью братан это если конечно это не какая-нибудь стальная нить мать с алмазным напылением знакомимся есть я шнурком от чайного пакетика между зубов хуярю не пиздешь итак история представьте заходит ковбой в бар и говорит возбуждают девушки и красивые большие члены нужно партнерша для совместного минета в два языка подожди постой этого парня возбуждают мужские здоровенные члены и девушки и чтобы получить максимальный оргазм он ищет красивую девушку чтобы вместе с ней сосать здоровый мужской хуй вполне вполне какое удачное совпадение я аля по паспорту александр ты парень но уже нет на 50 процентов а на 50 до девушку в точку такая бля для него это кстати говоря идеально девушка с членом он сможет сосать член и смотреть на девушку новость для него словно священный грааль как давно в два языка строчишь пока ни разу но хочется попробовать понимаю сколько у тебя 4 не как-то сразу не за а понятно николай ладно хорошо удалось быть парнем 4 песо сверли по непонятно саму длину необычно а есть его фото нет жаль даешь сосать но чего бы нет но это все детские несерьезные игры мне интересно будущее а какую перспективу в этих отношениях вам не можете предложить можно серьезные отношения у тебя есть фото в полный рост а нафига хочу ножки увидеть я думал вы по мужчинам кроме смысле прямом не мне только девочки нравится можно еще мужики это мерзость для меня вот что-то я окончательно запутался блядь погоди еще еще раз про ему нравится члены и ему нравятся девушки он ищет девушку чтобы вместе с ней соснуть члена в два языка при этом ему абсолютно не нравятся мужчины то есть он хочет отсосать хуй какому-то трапу при этом хочет отсосать этот хуй обязательно вместе с девушкой блять какая сложная схема звучит пизданутенько сопоставляю я это с одним из первых его сообщений и не понимаю грустность да да вот я тоже и и нет не понимаю да тари тоже происходит но видимо он изначально искал уже девушку с членом ну судя по всему тогда все складывается нет привет как дела смотри он напоминает мне моего знакомого он тоже самое втирал мне что ж надеюсь ты не составил ему компанию ну а если составил то ради бога ну у каждого свои вкусы я считаю тут в принципе мои полномочия смотря какая у вас работа и сколько зарабатываете смешно так много зарабатываете я с украины одно сообщение вместо 1000 гриви миша был довольно интересный собеседник где живете аля живу птицограды сергиев птицограде живет а сергиев пасад блять я кстати там был много раз причем не спрашивайте почему как меня занесло в сергиев пасад блять за 120 километров от москвы ладно за 100 примерно не важно дохуя это далеко короче вот другое дело что я не знал что это птицеград какой-то или сергиев посасываю все такие любвеобильные и какая ваша любимая птица красивее девушки как ты женщина не птица курица не человек это правду вот так вот да а мужчина кто никто согласна и звать никак верно ати где живешь а мужчина кто они никто вреда я живешь там не срежь а что я не могу взять в выход некоторые цитаты из предыдущих диалогов а почему так грубо зато мудро ну и молодец просто не надо грубить я с тобой по-человечески он вроде отходчивый грубиянка вроде бы и нет как приливы и отливы неправда вам показалось но если что простите расскажите о вашей жизни кем работаете сколько жить осталось если заболевания тяжелые ну хорошо у меня гостиница ресторан бани живу московскому области чувство очень хорошо мы если есть желание можешь приехать гости сколько стоять о мне напомнился короче у меня сегодня была охуенно забавная история ну как охуенно забавная на самом деле даже толком не истории она особо не забавная просто я кринжанула и меня выбесило кое-что в общем сегодня был в зале получал чек на тренировку подходит чувак такой и не может никак пройти на него блять все смотрят он пытается что там пройти сквозь турникеты и так далее ничего не получается он такой подходит короче говоря она ведь мужчина мужчина вы как гость вы должны заполнить эту госпе специальную штуку чтобы пройти он такой подходит начинает такой заполнять такой перестает и говорит слушайте я собственник этого здания но типа намекает что он собственник вот это вот т.ц. вот а там т.ц. такую небольшое знаете коробочная вот значит как его могу я пройти просто так вот я такой я в этот момент подумал типа блять чувак да ты хоть блять сам путин ебаный рот ты ты можешь заполнить эту хуйню ну потому что ты-то блять к этому ничего никакого отношения не имеешь реально пришел как будто бы блять сети блять чувак да всем поебать вообще чё ты блять и как владельцы этого фитнес-центра а у них же целая сеть зарабатывают больше чем ты наверное раз в 15 суммарно чем ты блять со всех арендаторов в своем маленьком торговом центре вы чё успокойся братан в общем бля просто жесть ну вот в общем такая вот история это ночь гостиницы и баню затопить номера стандарт 2 500 студия 3 500 люк 4 500 спа комплекс 2 500 за час на 6 человек турецкий хамам бассейн кадровый парной селеной комната купил люблю когда у меня сушься у него реально буду бизнеса не знаю он прошел это он прошел он прошел в итоге да он прошел я честно говоря был недоволен где цель познакомиться но они не постесняются и не поленятся расписать full price читать дешево а сколько привет за какой донат послушаешь твой трек твой трек ни за какой потому что он бесценен ему нет цены у вас звезд потом хоть полы моете 5 звезд поставь лайк за вторую часть культа продуктовых критиков я вас на яндекс картах отзыв оставлю посмотрим вы там повар или уборщик хорошо я там гендиректор пошляти простите я не хотел оскорбить только узнать подробнее я хотела снять люкс на пару дней ключ оставлю порога для вас что думаете приедешь ко мне и узнаешь кто я такой сейчас что угодно можешь оскорбить угу а вы любите быть главным все-таки не такой уж отходчик человек с редким и интересным именем рэми красивая еще и пишечка за дарами вы готовите вкусно вполне умею да и стряпать и все умею только стряпать и все нет и все остальное жарить тварить этого творить это отварить наверное творить запекать потому что кулинария это творчество это создание из ничего все ну в общем я к тому что упал я понял его запекать возможно я слишком далек от кулинарной индустрии не знаю некоторых терминов а вот рэми возможно тот самый а вы французское гражданство имеете нет ну да у него тоже вряд ли было никогда не помогали начинающему шеф блять чуваки которые мне говорят что он имел ввиду варить вы нахуй серьезно я-то блять не понял я-то думал он реально имеет ввиду творить понимаете творить искусство творить кулинарию творить магию магию поварскую понимаете ну вы конечно исправили вы то вы то видите на самом деле что происходит до ебачат красавчики повару продвигаться по службе даже не шеф-повар тоже нет похоже то он так в этом и суть управляли им за волосы буквально нет нет не было ладно еще уточню крыс в роду не было не было это скорее всего обозналась а зовут-то вас рэми ага рэми значит тезка может очень вряд ли с денисом я немного не удержался видео цену видюхи 3080 180 тысяч примерно блять реально 3080 180 тысяч а ну нет ну она не сто восемьдесят тысяч что они были нихуя себе 2080 ти моя стоит две тысячи долларов на авида 1060 6 гибайт уже за 30к продают блять ебаные блядские майнеры как заебало вот кто бы мог подумать что из-за этих уёбков блять будет такая хуйня давай знакомиться привет денис на пую по лист меня папа научил его тоже зовут денис чувствую у вас все нормально какая смешно и что это значит спасибо руфич за 50 рублей ха 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 а чё ты смеешься то блять ты ты майнер ебаный да ну ну сука на сука и блять фертинья необычная но сложная греческая чего казахская не похоже ты на казашку и такого имени нет ты просто брехушка не часто меня раскрывают но в этот раз все изменилось ну ну ничего сейчас я жду я жду 30 я жду 3090 ти ай она выйдет блять ой какая 3080 я и жду 3080 ти ай она выйдет блять ебучий майнеры и все скупать не будут им невыгодно 3080 я и скупать она вообще будет стоить 500 к ха ну хуй знает блять ну подожду значит бля но я конечно не буду покупать и видеокарту за 200 тысяч рублей это вообще полный трэш и бред хочу купить 2080 я и на время для покупки взял хуёвые это правда да у нас казахстане все 30 90 выкупили даже хотел бы купить себе 1160 1660 супер она в цене выросла в два раза сравнил график цены за полгода играй в курсы биткоина одно и то же были окончены и реально в эти как его чуваки которые фармят bitcoin как заебали многие тут сначала пытаются скрывать свои у нас у меня в деревне dns 30 90 за 240 тысяч лежала охуеть их внутренних шелунов но всегда они вылезают всегда находят выход привет прекрасная аня ты очень очаровательная девушка может пообщаемся может и да и как тебе здесь общение нравится тебе тут ну вот от вас самое увлекательное пока оля ну не из тех которые пишут тебе пошлые слова а у тебя есть ватсап а я из тех грязный петрушка любишь когда тебя шлёпают я люблю когда загоняю в свой пес он им только дай хороший повод да и хороший не обязательно просто хоть намек а иногда и без них михаил решил сделать камин аут достаточно быстро какие отношения ищешь если не секрет нет но таком сразу не говорят понятно нравишься вот и пишу тебе какие планы на вечер чем занимаешься сейчас а какие вы ищите если не секрет я вроде бы как серьезные просто для дружбы и для секса секс как ни крути нужен но стандартная схема ничего здесь особо не удивляет делаю массаж извини что так прямо семья дети работа детей хочет а ничего это раньше за такое пристыдить могли может даже побить сейчас массаж довольно плотно вошел в наш быт даже по телевизору упоминать разрешено а ты откуда роду расскажу я родом из прекрасного города нурек в самом сердце таджикистана рядом с крупнейшей электростанции таджикистана и средней азии молодец похвалил место моего рождения испарился из диалога какое место рождение можно сказать что не молодец я родился в электростале учебы блин наконец-то мне написал настоящий ромео настоящий ромео у вас красивый бюст какой вас размере али встречаешь для отношений нет я провожаю для расставаний блять эти чуваки которые плохо пишут по-русски это просто пиздец чего они начинают диалоги и так далее хотел купить 3070 после экзаменов хотя мог купить раньше но чтобы не отвлекаться решил подождать зря ну я не знаю джульет я жульену знаю что так если вам не нравится отношения и за дверь за дверь нравится да с тобой тогда опасно отношения иметь я не понял блять он а он ведь занимаешься за дверь за дверь это что-то означает чат что это означает что такое за дверь блять что то опасное что-то 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 о проказник любишь за дверь до много не понял эту смайловую полюцию ну почему бы не поддержать да будьте осторожны я чисто вас сразу за дверь спасибо следующий не выйдет скоро если только 100 человек не наберете спасибо за просмотр надеюсь вам этот ролик понравился веб-шпион бля ну ладно этот ролик был забавный очень хороший он он видимо почитал комментарии такие знаете где его где говорят ему бля ну видно что он заебался с этим форматом видно что он проходной и он такой ах так вы заметили да я такой сейчас-то я наебеню вам выпуск такой что как будто бы я не заебался совсем бля от этого формата в общем ладно